Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас по порядку расскажу, что и как делать, как его сразу включать. Первое, что нам нужно сделать, это найти снизу вот такой переключатель X-Over и переключить его 3-way. Если он стоит 3-way, соответственно, ничего делать не нужно. После переключения на панельки нам нужно нажать вот эту кнопку. Вот она маленькая. Мне нужно нажать зубочисткой, либо ручкой. Это сбросит память магнитофона к заводским настройкам. Все установки при этом собьются. Первое, после включения, что делаем, проверяем, правильно ли подключили каналы, пищалки и мид-басы. Делаем погромче. Вот я сейчас слышу, что пищалки поют. Далее делаем простую вещь. Заходим в кроссовер, держим меню. Выбираем пищалки. Так, это у нас не пищалки. Сейчас я все уберу, чтобы было видно нормально. Так, выбрали пищалки. И крутим. Громкость не меняется. Значит, подключено неправильно. Крутим мид-басы с серединами. Громкость меняется. Значит, у нас подключение неверное. Значит, нам нужно поменять. Местами вот эту пару с вот этой парой. Верх и низ. Верхняя пара межблочников, это у нас мид-бас с серединой. Средняя пара межблочников, это у нас пищалка. Как это ни парадоксально. Нижняя сабвуфер. Вот, поэтому не перепутайте. Чисто интуитивно хочется верхней воткнуть пищалки. Никогда не верьте тому, чего написано. Вот так проверяйте при запуске. Меняйте уровень пищалки. Если он меняется, значит, вы подключили туда. Если не меняется, вы ее нахуй пальнете, если сделаете чуть громче. Вот, поэтому первое, что вам нужно сделать при включении, проверить этот канал. Сейчас мы поменяем местами их. Так, выбрали пищалку. У нас горит вот здесь хай. Моргает. Это пищалка. Меняем громкость крутилкой. Пищалки становятся тише. Значит, канал правильно выбрали. Как осуществляется навигация по меню магнитофона? Зайти в меню. Надо нажать кнопку меню. Зайти в глубокое меню. Надо кнопку меню подержать. В глубоком меню у нас находится кроссовер. Временные задержки. Эквалайзер. Выход. Все. Стандартные настройки кроссовера. Alpine 55. Заходим в кроссовер. Кнопкой bend выбираем, что регулировать. Кнопкой крутилкой меняем уровень громкости этого канала. Слайдером меняем частоту среза. Насколько мы режем этот канал. И кнопкой source меняем крутизну среза. Насколько сильно будет затухать на этой частоте звук. Стандартные настройки. Сабвуферное звено где-то в минус 5. Срез на 63. Переходим. Мидбас снизу подрезан 100-125. Мидбас сверху подрезан 5-10. В зависимости от того, где он у вас перестает играть. Можете на 6,3 поставить. И пищалка 6,3-8. Порядки доводите на слух. Я предлагаю все резать третьим-четвертым порядком. Это 18-24 дБ. Особенно пищалки. Чем круче будут срезаны, тем меньше будут они играть того, что им не нужно. Сохранить. Нажимаем на большую клавишу. Трогаем единичку. И в этом же месте удерживаем. Либо просто большую клавишу где-нибудь в любом месте удерживаем. Не нажимая в других местах. Все, память сохранена. Вернуть память. Не удерживаем, а нажимаем один раз. Из первой ячейки настройки все возобновились. Так, теперь другие настройки мейтофона. Самое сложное это в принципе кроссовер. Вернее, самое нужное. Другие настройки. Вкратце расскажу. Остальное там говорите сами. Самая частая поломка этого мейтофона это отказывающий экран. Он, блядь, отказывает у каждого второго. И, блядь, каждый второй звонит мне и говорит, Саша, экран сломался. Что делать? Вот эта кнопка. Вот ее подержите, если. У вас срабатывает функция отключения экрана. Это на трассе, чтобы вам глаза не слепило. То есть, при нажатии потом на любую кнопку, экран загорается. Ну, сука, сразу потом тухнет. И все думают, что сломался экран. Я был в их числе, но потом нашел, что если подержать эту кнопку, это чудо-функция отключается, и экран у вас горит постоянно. Вот, хорошая полезная вещь. Но выебало мозг уже не одному десятку пользователей. Так, навигация по первому меню. Сетап. У нас здесь есть General, это основные настройки, это фон, а тюнер мы туда не полезем. Аудио, дисплей и демо. Нахуй-то не надо. Короче, дисплей. Начнем с дисплея. У нас здесь выбор. BGV Select, это Background Video. Выбор, что у нас здесь будет. Первое, это у нас какие-то пузыри абстрактные. Второе, машина валит боком 200. Мне вот этот больше всего нравится. И три, какие-то тоже абстрактность какая-то. Вот, выбираем машину. Time Correction. В чем будет у нас измеряться? Временные задержки. Как вам удобнее настраивать? В сантиметрах до динамиков, либо в дюймах. Дюймы, я надеюсь, дюймы. А то затроллят нахуй еще скажут. Вот, либо в миллисекундах. В сантиметрах, в дюймах, в миллисекундах. Я всегда выбираю миллисекунды. Сегодня покажу вам стандартную настройку временных задержек. Вы сможете потом на слух довести ее сами. Так, что у нас здесь еще есть? Выбор шрифта, скролл текста, тип скролла. Это уровень яркости. Я ставлю самую яркую. Это автоматический или ручной выбор яркости. Автоматический, соответственно, будет у вас, если вы подключаетесь к габаритам, будет в экран делаться тише. Если подключать к габаритам, я здесь могу ошибаться, я этого ни разу не... Так, дальше у нас аудио. Тип сабвуфера. Я не знаю, что это такое. 1-2, 1 играет тише, 2 громче. Сабвуфер включен-выключен. Эквалайзер. Типа эквалайзера графический или параметрический. То есть будут у нас синусоиды, либо график. Я рекомендую не лезть в эту херню. Вот только вытрахайте себе весь мозг. Я это говорил уже в настройках 35-го Альпа. Нажимаем меню, переходим на Factory Q и выбираем Rock. Либо Pop, там послушайте, что вам больше нравится. Не ебите, пожалуйста, никому мозг настройкой эквалайзера. Ну, правда, это... На Alpine это херовая затея. На Pioneer она работает совершенно по-другому и лучше. На Pioneer доводите. Alpine и так сам по себе звучание достаточно. И обычно не требует настройки. Поэтому едем дальше. Multi-color Illumination. Тут все просто. У нас переключение подсветки. Тут видно. Красное-зеленое. А нет, красное-белое на этом Alpine, по-моему. Красное-белое. Белое очень красиво. Крутилкой меняем цвет вот этих четырех кнопок. Можно выставить вообще хоть серо-зелено-голубой. Любой цвет есть. Вот, оранжевый красивый. Мне нравится. Вот, можно сохранить так же. Не, оранжевый хуйня. Ишь будет зеленый. О, зеленый нормально. Для входа временной задержки держим меню. Переключаем на Time Correction. Кнопкой Bend мы переключаем, что мы будем регулировать. Крутилкой регулируем это. Схема простая. Вот эти две верхние вещи. Это левая и правая пищалка. Средние два показателя. Это MidBus левый и MidBus правый. Ну, в нашем случае с трехполоской. Это MidBus середина одновременно мы будем регулировать. Вот. Ну и два нижних сабвуфера. Зачем их сделано два, я не знаю. Всегда все равно, все моно используют. Но их два. Вот. Сабвуфер у нас играет первым. Поэтому задержки на него не ставим. 0 миллисекунд. Дальше у нас играет правый динамик. Я предлагаю настраивать именно динамики. Потому что пищалки особо не слышно. Вот. Здесь мы ставим задержку до сабвуфера. Ставьте от фонаря вначале, например, 2 миллисекунды. Вот. Дальше левый динамик у нас должен сыграть, чтобы у нас сцена выстроилась. Его ставим, например, 4 миллисекунды. Вот. Если это правильно, это будет на слух слышно. Ставьте пищалки примерно одинаково. И дальше доводите на слух. Там у вас получатся показатели, не сильно отличающиеся. Соответственно, как работает временная задержка. У звука есть скорость. Скорость звука. Все знают. Сыграли сабвуферы. Дальше у нас через 2 миллисекунды сыграли правые динамики. Через еще 2 миллисекунды сыграли левые динамики. Соответственно, у нас получается, что сцена посередине. У нас такое ощущение, что мы находимся дома или где-нибудь на концерте и стоим прямо посередине. И левый и правый канал у нас одинаково удалены от слушателя. Вот. Чтобы сохранить, так же, как с кроссовером, в любом месте нажимаем, удерживаем единичку. Подержали. Все. Задержки выстроены. Вот. Задержки выстроены.